Здравствуйте, меня зовут Павлия Рябиславович, я являюсь эсперантом Омского государственного технического университета и также я инженер-премьер-минист ОМГТУ. Занимаюсь поддержкой портала дистанционного обучения ОМГТУ и его развития. Я бы хотел рассказать о своем небольшом исследовании. Оно называется «Пригнозирование результата дистанционного обучения студента на основе данных и его взаимодействия с образовательным контентом». Но немного сначала я расскажу о нашем портале. Это та самая площадка для проведения экспериментов, которую я разработал и мы ее успешно внедрили в наш государственный технический университет. В коротке расскажу, что там есть. У нас там есть образовательные программы, есть группы студентов, есть сами студенты более 5 тысяч и есть более 4 тысяч учебных материалов, которые сейчас уже сами преподаватели могут добавлять на наш портал. Я не могу смело сказать, что все студенты принимают участие в образовательном процессе на портале, но в основном у нас там будет обучение заочники и у нас есть специальные программы для школьников, которые планируют поступать в наш вуз. То есть у нас есть физический интернет-лицей, математический интернет-лицей и интернет-лицей в обществе познания. Кому это может быть интересно, может посмотреть на что как дистанционное обучение и любой школьник может обрететь обучение, но обязательно это сейчас есть только для заочников в МГТУ и то и для всех групп. То есть портал сейчас апробируется заочным отделением МГТУ. О чем вообще я хотел поговорить? Я хотел поговорить о том, что у нас есть студент очного обучения и студент виртуального обучения. Что у них общего? У каждого из них есть зачетная книжка, журнал посещаемости и какая-то рейтинговая тестация. И активность очного студента у нас фиксируется с преподавателем. То есть это как бы такое физическое взаимодействие. Мы можем смотреть за тем, что у нас делают студенты, как-то с ними взаимодействовать и понимать вообще вид и посещаемость. Но когда это студент виртуального обучения, тут немного все сложнее. Но опять же у студентов виртуального обучения должна быть зачетная книжка, должен быть журнал посещаемости и какая-то дистанция за те задачи, которые он выполняет. В этом случае преподаватель физически не может видеть, студент ходит на сенятии или нет, что вообще делает. Делает ли он это сам? Поэтому нам нужно фиксировать это все системой, которая могла бы за этим следить. То есть моя задача сделать так, чтобы студент очного обучения и студент виртуального обучения были родными, но как бы не по всем признакам и параметрам, а с точки зрения следа образования. То есть я мог следить за студентом виртуального обучения не хуже, чем за студентом очного обучения. Это конечно очень большая глобальная задача по всем параметры, признакам это сделать невозможно, но я расскажу сейчас, в какой области находится мое исследование и что мы можем уже выяснить. В первую очередь, когда мы внедрили портал дистанционного обучения для заочников, раньше у нас это происходило так, студенты подходили преподавателю, преподаватель давал какие-то кейсы и студенты дома изучали, никто вообще про них ничего практически не знал. Первое, что мы сделали, когда внедрили портал, ко мне подошли преподаватели и сказали, ну вот раз сойти, давайте сделаем так, чтобы мы могли хоть что-то видеть про наших студентов. Они там проходят курсы, смотрят наши курсы или вообще ничего не происходит. Вот у нас сейчас есть на портале дистанционного обучения такая статистика по группе и пользователю, то есть преподаватель своей группы или куратор или из деканата человек может зайти и посмотреть статистику по конкретной группе и конкретному пользователю, то есть что студент смотрел, заходил ли он вообще, можно ли вообще ему доверять его знаниям, которые он пытается на экзамене ответить и так далее. Ну то есть как бы такой минимальный простой шаг, чтобы понять, принимает ли студент участие в своем развитии, грубо говоря. Следующим шагом было внедрение уже более такой серьезной системы контроля успеваемости и прохождение курсов студентов. В ходе прохождения видео лекции происходит всплывание вопросов, чтобы понять, находится ли студент с нами и вообще внимательно ли слушает материал. То есть преподаватель заполняет учебный материал, то есть теор, вставляет в определенный момент какие-то вопросы, которые касаются того момента лекции, который уже прошел, и мы это все фиксируем. То есть мы смотрим, правильно ли отвечает студент, находится ли он на странице. Если вам видно, то у нас есть время отхождения на странице, когда мы фиксируем все время нахождения студента. И активное время нахождения. Активное – это значит, что студент реально взаимодействует с контентом, то есть там перемещение мышкой фиксируется, фиксируется время ответ на вопрос, ну и вообще проходит ли он тест. То есть по окончании каждой лекции, видео лекции, мы можем видеть какой-то результат. И в панели управления также преподаватель может видеть, что, допустим, студент прошел какую-то видео лекцию, он завалил тест, то есть ответил только на 1 из 4, он 15 раз пытался его пройти, и всего видео он пытался посмотреть 4 раза. Ну, то есть тут более-менее такая детальная статистика о том, что вообще происходило. Вот. И на основе сбора вот этих статических данных мы можем сформировать журнал посещаемости и рейтинговую тестацию. Исходя из этого, мы можем дать студенту в ритуальном обучении какую-то оценку. Далее. Кроме того, у нас есть специальные признаки контроля. Какие-то из них я здесь указал, какие-то нет, потому что я могу точно еще сказать об их информативности. Какие-то признаки у нас уже внедрены в учебный процесс, скита нет. Ну, коротко я расскажу о том, как убедиться в том, что студент действительно у нас находится на лекции и ее просматривает. Ну, допустим, можем также важно, да, уточнить то, что когда студент проходит тест, мы можем понимать, сам ли он проходит, или, допустим, заходит в интернет и в гугл, там, яндекс находит ответы. Ну, допустим, у нас есть мониторинг буфер обмена, когда мы видим, что студент копирует или не копирует. Мы можем видеть, отслеживать переходы по вкладам, то есть, благо сейчас современный браузер, позволяют это все отслеживать. Мы можем убедиться, что студент находится при просмотре лекции, или он ее включил, пошел пить чай, и лекция сама воспроизводится, и тем самым хочет получить себе, как бы, зачет. Поэтому такие признаки сейчас есть, они сформированы, они не полностью внедрены на портал. Моя задача сейчас определить, какие признаки из этих информативных, какие нет, может быть, какие-то еще вывести, про какие-то вообще забыть, потому что я не несу никакой информации. И затем задача это составить профиль студентов по каждой лекции, чтобы понять, какой тип студентов нам может показать, привести к хорошему результату, какой тип плохому. Ну, и на основе всех этих данных мы можем затем уже прогнозировать результаты на основе полученных данных. И вот последний слайд, который я расскажу, что эта система позволит. Мы сможем контролировать учебный процесс, более-менее, чтобы понимать, принимающих студентов в этом участие. Мы можем реанализировать и по выру, и так обучение, по той информации, которую мы собираем. И мы можем дать какие-то рекомендации преподавателю по составлению его электронных образовательных ресурсов и дать рекомендации пользователю. Если он, допустим, плохо что-то проходит, мы можем посоветовать как-то дать более сложную, наоборот, более легкую лекцию. Спасибо.